Дисциплина, 9 бросающих и 3 голкипера от каждой команды, соответственно, втроем выкатываемся на ворота, разбрасываем и пытаемся забросить. Разгон начинается от красной линии, каждый игрок должен потрогать шайбу, ну и, собственно, кто больше забросит суммарно в команде Запада или Востока, тот, соответственно, и победит. Здесь все очень просто. Да, самый, пожалуй, динамичный и самый, пожалуй, зрелищный из всех конкурсов, которые здесь есть. Ну, поскольку индивидуального булита здесь нет в Американской хоккейной лиге, то в этой роли как раз вот именно данное коллективное творчество. Здорово сейчас Крис Вайдман, Брэндон Шинемин и Александр Хохлачев разыграли, забросить сумели. И еще раз Вайдман. В ближний уголок. Да, да, Магнус Хелберг, казалось бы, так неплохо себя проявил он в этой расстрельной дисциплине. Хохлачев, ай-яй-яй, здесь щитком, щитком сработал здорово Хелберг, да, и поднять не сумел Хохлачев. Ну что ж, и по три атаки, собственно, дается для того, чтобы вот все три могли забросить, могли попытаться забросить. Вот только Хохлачев, к сожалению, не отличился. То есть Шинемин и Вайдман забрасывали, Хохлачев нет. Но, тем не менее, две шайбы из трех возможных, хороший результат. Дальше Джейф Берубе и Конор Браун, Чарльз Хадсон и Ки Джей Брэннон против него. Брэннон может бросать от Синий просто со входа в зону, почему бы и нет. Не, ну если три человека должны потрогать, стало быть... Ну да, просто там двое ему остановят и все, и бросают. Ну да, до синей линии ему дадут, он обыграется, а потом войдет в зону и как жахнет. О, Шарли Дон. В итоге уже ему на отыгранном вратаре выдали. Да, Шарли Дон так... По-моему, единственный сегодня, кто с усами приехал на этот матч всех звезд. А я что-то не припоминаю, чтобы включения были с камеры. Да, пока да. К сожалению, нам как-то не показывают, но что один из трех, похоже. Да. Да, Джан-Франсуа Берубе. Вот любопытно, одному франкофону забросил другой. И все. Ох уж эти франкофоны в современном хоккее. Это их франкофонский договорняк. Да, да, наверняка. Эрчуд Бахман встает воротом. Ну, здесь, кстати, не совсем, наверное... Не совсем правильно, что Пол Томпсон и Джо Уитти, оба представители Олбани, они в одной тройке сейчас с Дериком Пульо. Они-то хорошо друг друга должны понимать. Раскатали, раздели вроде бы, но тем не менее... Томпсон не попал. Тем не менее, завершающий бросок пришел мимо ворот. Хотя, казалось бы, как тут можно попасть мимо, но вот можно. Уитти сошла у него шайба с крюка, да. Ну что, и теперь Пульо будет. Интересно, а здесь на входе в зону правило вне игры работает или нет? Или на этот суде смотрит сквозь пальцы? Да, ну вряд ли. Конечно, Ричард Бахман, он здорово себя проявил, опять же, когда отражал броски сегодня на скорость. Он себя и сейчас здорово проявил, когда отражал броски на технику. Ни одного не пропустил, пока первый вратарь, сыгравший на ноль. И он так запад немножечко подтягивает, потому что восток-то суммарно пока результативнее. Так, пошли Пулкинин, Дамбо и Ретти. Кстати, два из трех лучших бомбардиров Американской хоккейной лиги в этой тройке. Да, Пулкинин и Ретти, вот они здесь. Ретти, Дамбо. Дамбо на паузе. Ой, здорово, но как-то вот Пулкинин, он примерно такие же и не забивал, когда мы в последний раз на него смотрели. Недавно первый гол забросил он в составе Детройта. Ретти, ну пустой же угол был перед тобой, парень. Ну, видимо, Пулкину как-то слишком ударило по самолюбию, то, что он забил свой первый угол Михаил, и тут же буквально, там, или этим же вечером, или на следующее утро, его отправили обратно в фарм. Может быть, от этого он как-то несколько подрасклеился, и сейчас не может снова в кучку собраться. Филипп Грубауэр занимает свое место. А, то есть, он как раз на ноле отыграл Грубауэр, повторил достижения Бакмана. Якоб Маркстрин занимает место в воротах. Джонтон Мартисов, Владислав Наместников и Мэтт Таурмина. А Наместников в ближний угол выручает Маркстрин. Так, дальше второй заход пошел. А нет, не Наместников бросал как раз. Ох, здорово, Таурмина прошивает соперника. Ну, теперь очередь Наместников, по идее. Очень хотелось бы, очень хотелось бы. Нет, здесь легко раскатали по углам, и в итоге Джонтон Мартисов в 2 из 3, и вновь Восток так серьезный сейчас отрыв создает. То есть, если Фил Ворон и Кэо Райли и Бобби Сангенетти не создадут что-то убийственное, то Восток в этом конкурсе победит. Ну, тут, да, вратарь, наверное, тоже думает и держит уме, что вот один бросал, другой бросал. Надо бы вот сейчас третьего выцепить глазами и посудить за непонимательнее, да? Может быть, на него сейчас делают. А тут решили на неожиданность сыграть. Ну, Хеллберг интервью сейчас будет давать. с высоты своих двух метров, возвышаясь над Брэндонбургом. Сложная, конечно, дисциплина, говорит Магнус Хеллберг, но хорошее впечатление от нее, от вообще атмосферы здесь творящей. Опять же, ты все-таки играешь против лучших игроков во всей лиге. Такая хорошая очень тренировка. Ну, что ж, посмотрим теперь последняя битва Конор Хеллберг, но он себя вот как раз не очень здорово проявил в третьем конкурсе. Фил Воронек, Эл Райли и Бобби Сангетти против него. Конор Хеллберг, кстати говоря, третий вратарь сборной Соединенных Штатов Америки на чемпионате мира в Минске. Но, правда, так ни секунду, насколько помню, и не сыграл. Хорошее движение шайбы, хороший бросок сейчас был. Ой, вернуться красной нужно, да. Какой замысловатый розыгрыш. Еще и с возвратом в среднюю зону. Так, два из двух. Тем не менее, в итоге забили. Так, Вороны. Сангетти. Ой, красиво было бы, но не случилось. Если бы сейчас забили, сравняли бы счет суммарный, но так Восток у нас побеждает по количеству шайб здесь, и, соответственно, Восток вырывается вперед в общей сложности, потому что счет становится 7-6. И впереди последний, седьмой конкурс, общая длина... А, нет, 10-9 даже получается, да. И впереди последний общий конкурс в большущие эстафеты. Там нас ожидает.